Было ли это неконтролируемое повышение ставок или, наоборот, слишком долгое удержание на низком уровне? Обо всем этом поговорим, вспомним, ну и подытожим, сделаем такое резюме, чем это закончилось, что сейчас можно ожидать от ФРС. Я дам ссылки, где это все смотреть, ожидания по ставкам, ожидания по количеству повышений в течение какого-то периода. Вот так вкратце, просто вспомним и проводим человека на пенсию. Итак, я Фред, трейдер на рынках уже 19 лет, торгую всем, чем можно торговать, но в последнее время большей части это опционы, фьючерсы, отдельные акции иногда. В общем-то, можно сказать, что на рынке я 24 часа в сутки, все, что происходит на рынке, мне интересно, и я много читаю аналитики, анализирую, а, в общем-то, живу рынками. Вот именно поэтому хочу с вами поделиться мыслями, идеями, ну и вообще, как я сказал, подытожим все эти 4 года, потому что с 3 февраля 2018 года главой ФРС будет назначен Джерем Пауэлл. Это, ну скажем, человек Трампа. Долго они выбирали, кого назначить, были идеи и с Йеллен связаны, потому что ходили слухи, что дочка Трампа завтракала с Йеллен, их видели вместе. Но вот, видимо, решили назначить нового главу ФРС. И долгое время рынки думали, что будет происходить с долларом, с акциями, если Трамп, администрация президента, не сможет сработаться, согласовать какие-то вещи, монетарную политику с ФРС. Это был такой факт риска, но теперь его нет. Итак, давайте вообще посмотрим, что происходило со ставками в последние несколько лет. Я тут не буду оригинальным, просто открою Google и вот часто мне говорят, где я нахожу какие-то ссылки. Нигде, в Google. Смотрите, я ввожу QE, это меры количественного смягчения, потому что при Йеллене еще это было актуально. QE, ну, допустим, ФРС. ФРС. Просто в Google вбиваю. Сейчас я вам покажу экран, что вышло. Картинки. Секундочку, вот я включу рабочий стол. Сделаем все так, как будто я вот сейчас начал анализировать, без всяких готовых картинок. Чтобы это было более правдоподобно, такой рабочий момент, чтобы каждый мог что-либо делать. Ничего сложного здесь нет. Сейчас я включу Алекс. Алекс, секунду, загружается. Вот установить плагин, как обычно, он просит. Сейчас он спросит меня, открыть ли ссылку. Не ссылку, а программку. Я нажму «Да» и сейчас запустится терпение. Так, что-то было. Сейчас загружается. Открыть. Отлично. Открыть. Окей. Разрешить. Вот, вы должны видеть уже. Вот я вбил в гугле, вышли картинки. Ну, то есть, что такое QE? Я вижу здесь много людей, не только те, которые по вторникам посещают наши вебинары по текущей ситуации. Новые люди, новые имена. И, может быть, кто-то совсем начинающий, может быть, кто-то только пришел на рынок. Так, в двух словах. Что такое QE? Почему я это вбил в гугл? Вот вы видите картинки. QE – это quantitative easing. Это меры количественного смягчения. Как вы знаете, у ФРС есть три инструмента для регулирования экономики, для реализации монетарной политики Центрального банка. В Америке Центральный банк называется Federal Reserve System. Есть три главных, важных инструмента. Это ставки, собственно. Восемь раз в году ФРС собирается на заседание и назначает целевой уровень процентной ставки. Это не совсем ключевой уровень, это всего лишь целевой. ФРС будет следить, чтобы на рынке, на рынке межбанковского кредитования, ставка была именно той, которую ФРС считает целевым, приемлемым для экономики уровнем. Например, полтора процента. Второй инструмент – это операции на открытом рынке, собственно, QE. То есть, ФРС, если в экономике мало денег, кризис, а нужно, чтобы экономика росла и банки кредитовали реальный сектор, ФРС выкупает у банков облигации, которые у них лежат на балансе. Ну, допустим, купили казначейские облигации, решили на этом заработать, и они лежат. Или какие-то, может быть, облигации корпоративные. И ФРС говорит, дайте мне ваши бумаги, я вам дам деньги вместо этого, и вы эти деньги направляете на кредит, потому что мне нужно, чтобы экономика работала. Это называется constant easing, или количественное смягчение экономики, меры количественного смягчения. Деньги вместо бумаг. И наоборот, когда в экономике инфляция, вот сейчас, наверное, многие слыхали, говорят, Федрезерв будет сокращать свой баланс. Это означает лишь то, что Федрезерв понакупал этих облигаций, дал банкам деньги, и сейчас на балансе Федрезерва 4,5 триллиона долларов. На 4,5 триллиона долларов облигаций. И денег, а именно облигаций. И он будет продавать их, потому что в экономике слишком много денег, и они могут породить инфляцию. То есть два состояния денег в экономике. Деньги как деньги и бумаги. Когда много денег в экономике, и это порождает инфляцию, центральный банк пылесосит эти деньги, отдает бумаги, как сейчас, то есть будет продавать бумаги снова. Когда в экономике мало денег, нужно, чтобы реальный сектор развивался, ему давали кредиты банки, а банки бояться не дают, ФРС выкупает у них бумаги и дает им вместо этого деньги. Ходят слухи, что несколько QI, несколько FAS вот этих мер количественного смягчения и породили рост фондового рынка в таком виде. Хотя сейчас никаких QI нет, а фондовый рынок растет. То есть ФРС помог банкам, выгрузил с их активов облигации, дал им денег, они кредитовали экономику, и экономика подросла и стала расти бурными темпами. Одна из мер, одна из причин просто. QI закончился, но аппарат запущен, махина работает, экономика заработала, реальный сектор заработал, FAS стал расти, так что вот вовремя QI это сделал. ФРС это сделал, я это говорил о QI. Ну и третий инструмент – это норма банковского резервирования. Обычно банки оставляют в федрезерве какую-то сумму, резерв, и если в экономике слишком много денег, то центральный банк требует оставить больше резерва, чтобы в экономику входило меньше денег. То есть принесли в банк депозит, в коммерческий банк депозит 100 долларов, из них 90 уйдет в экономику в качестве кредита, банк сможет кредитовать на 90, ну я утрирую, прощаю немножко, и 10 долларов остаются в качестве резерва. Если в экономике слишком много денег, банк говорит, оставляйте уже 20 долларов, потому что я не хочу, чтобы с каждой сотки 80 уходило в экономику, пускай 90 уходило в экономику, пускай уходит 80, ну и так далее. Вот эти три инструмента, самый важный инструмент, это, конечно же, ставка, и на втором месте это облигация. Вот давайте откроем любую картинку, мне нравится вот этот, я уже вижу, что это от от Сент-Луисского Феда, то есть подразделение Федрезерва, Сент-Луис график, там очень хороший инструментарий, вы можете зайти вот на сайт research.stluis.org, и там любые, любые макроэкономические графики себе нарисовать, и он вам выдаст. Например, здесь вы видите S&P индекс, ну вот тут уже 15, до 16 года, но QEIT уже закончилась, поэтому я специально открыл тот график, который был при QE. Значит, в девятом году, когда рынки очень сильно рухнули, FRS, вы, надеюсь, видите на экране, да? Напишите плюсы, чтобы я видел, что все нормально, и говорил уже о графике. Вот здесь у меня открыт график, вы видите его или нет? Написано FRED, как раз, и нарисован S&P и три фазы QE. Да, окей. Вот у нас три фазы QE, и первая, самая первая, сразу после обвала в девятом году, тогда еще не было, и Елен тогда был, Бернанке, который пришел в шестом году, это при нем все, это был ипотечный кризис, при нем назывался. Кстати, большинство фильмов про Уолл-стрит, про вот те дни, крах, вот эти кризисы, если вы заметили, главный герой очень похож на Бернанке, ну часто, то есть тот человек, который символизирует главного банкира США, он очень даже похож на Бернанке, хорошо подбирают актеров, я вот два фильма знаю, где это именно так. При Бернанке начали делать скупку облигаций и давать банкам деньги, были сомнения, что это работает, рынок как-то сомневался, будет ли это работать, все говорили о крахе доллара, что они сейчас насытят экономику дешевыми деньгами, его называют, как вы знаете, Бена Бернанке, вертолетчик Бен, почему Бенни, почему, потому что он как бы, его фраза, что если понадобится, я с вертолета буду раздавать деньги. Видите, ничего плохого не случилось, доллар никуда не рухнул, вот я постоянно скептически отношусь к таким разговорам, что доллар, туалетная бумага, ему конец. Ребята, эта валюта не должна быть чем-то обеспечена, чтобы она не была туалетной бумагой, как выражаются многие. Как я люблю говорить, первая книга, которую я купил в 1998-199 году, называлась «Крас Доллара», и тем не менее, доллар до сих пор жил. Так что, ничего страшного не случилось, это монетарные методы управления, это работает, это придумал Кейнс, это даже не Бен Бернанке придумал, не Джанет Ерин придумал, это кенсианство, это работает уже с 1932 года, особенно для экономик, у которых внутренний спрос, ориентированная экономика больше на внутренний спрос. Так вот, Центральный банк сделал то, что должен был сделать, да, внешний толк вырос, но он не катастрофический в соотношении КВП, но зато банки получили деньги. Но это не сработало с первого раза, дальше была какая-то пауза, они подождали, рынки немножко просели в коррекцию, еще одна фаза, вторая фаза QE была объявлена, сейчас в объемах не помню, но сейчас накопилось 4,5 триллиона. Снова сделали перерыв паузу, подождали, опять видите, коррекция, тут как раз снизили, вот если видите, сильный обвал, 2011 год, как сейчас помню, август 2011 года, обвал на S&P, агентство рейтинговой фич, по-моему, снизило рейтинг штатам, обвалило, в общем-то, да, предел риска, кстати, этот фильм называется, где человек похож на Бенна Бернафи, обвалило котировки, всего и вся, и рынки пошли вниз, и доллар, золото побило, новые рекорды, но всего лишь на одну ступень снизило, потом все вернулось в руби своя, и рынки вяло росли, не сильно, видите, только хай побили, через год чуть выше стало, и, наконец, третья фаза QE, очевидно, что в фазу QE очень хорошо работает рынок, кстати, почему они еще растут, потому что банки не всегда направляют все эти деньги в реальную экономику, они иногда в общем-то просто покупают акции, но даже если они направляют в реальную экономику, акции этих компаний растут, потому что экономика получает реальные деньги от ФРС, облигации, которые тупо лежали на балансе банка, теперь они ушли, ФРС, он их теперь копит, ждет погашения, а банки получили кэш, ну, не в прямом смысле, в чемодане, но получили кэш. Третья фаза, вот это уже было при Елен, Елен застала, в 2014 году она пришла к власти, к ФРС, она стала главой ФРС, вот 2 февраля, из дня 2014 года, вот где-то вот здесь, кстати, падение при ней было небольшое, ну, может быть, с ней не связанное, она продолжала этот QE, потому что считала, что все еще экономика недостаточно уверенно себя чувствует, чтобы прекращать QE, и QE закончился, кстати, заметьте, здесь до окончания был обвал, то есть рынки уже говорили о том, что кажется, QE там закончился, кажется, скоро все будет, все пойдет вниз, 2014 год, конец, там еще нефть падала, кстати, это еще с нефтью больше даже было связано, все, все вместе, и в 2015 году QE закончился, индексы продолжили рост, вот обвал был август, это было связано с Китаем, как сейчас помню, 24 августа 2015 года, обвал был связан с подозрениями по поводу пузыря уже в китайской экономике, уже Америка ни при чем была, Елен, кстати, после этого обвала китайской экономики несколько пресс-релизов, несколько заседаний ФРС было посвящено тому, что ФРС внимательно следит за ситуацией, и сейчас ФРС волнует не столько внутренние проблемы соединенных штатов, сколько внешние риски, внешними рисками они называли именно ситуацию в Китае, то, что инвесторы начали подозревать, что там надувается пузырь и в недвижимости, ну и вообще во всем, но и с этим все прошло нормально, настал 16 год, в январе еще раз мы рухнули, вот примерно так же, вот на те же уровни примерно, и оттуда пошли вверх, 17 год начался, ну то есть 16 начало, это вот был 15 августа, 16 начало, 16 год был годом роста, но не такого сильного, и в конце 16, вы помните, были выборы, так быстренько пройдемся, хронологию, были выборы президента США, победил Трамп, рынки сначала сделали коррекцию на 5%, а потом вроде выяснилось, что ничего страшного, хэршфонды стали массово закупать, как бы не так страшен черт, и все пошло вверх, ну и 17 год просто огонь, огонь, Dow Jones вырос на 25%, S&P там на 22-24%, сильно вырос, все индексы росли, что делала ФРС, значит, Джанет Елен вступила в должность вот здесь, продолжила QE3 начатый не ею, присмотрелась к рынку, выяснилось, что экономика растет не так сильно, как хотелось бы, но неплохо, в принципе, QE закончился, дальше они стали присматриваться, как это вообще все работает, четвертый QE тоже нам где-то обещали, сейчас давайте график откроем, вот здесь, там, знаете, не столько QE, несколько было операций, которые называли ТВИСТ, может, сейчас, может даже это здесь уже есть, ТВИСТ, а что такое ТВИСТ, сейчас я открою график, нет, секунду, ТВИСТ, ТВИСТ, это где-то, где это лучше видно, где лучше, ТВИСТ 1, да, это часть 2003 QE, что такое ТВИСТ, ФРС выкупает одни облигации, и продает другие, то есть, ФРС увидел, что у банков, банков на балансе, допустим, грубо, десятилетки, начал скупать у них десятилетки, краткосрочные, продавать им долгосрочные, или наоборот, то есть, одни облигации выкупать, другие продавать, поэтому назвали ТВИСТ, ну, собственно, в итоге, в любом случае, это закончилось тем, что экономику ушел кэш, но, не важно, не об этом сейчас речь, давайте найдем какой-нибудь меняемый график, где по-прежнему все еще видно, head operation, bond yields, тут даже с bond yields сравнили, нет, все-таки первый график был лучше, давайте еще что-нибудь поищем, поищем, Q1, Q2, Q3, вот, ТВИСТ, пускай будет так, пускай будет так, это тоже достоверный источник, это тоже ФРЭД, вот этот вот, Сент-Луис, Централ Банк, окей, в общем-то, ТВИСТ закончился уже, вот, в 13-м, все QE разные закончились, с чем они сравнивают, monetary base, ну, не важно с чем, это не S&P, это просто monetary base, денежная масса, и Елен стала осторожно присматривать, вот, если бы не кризис 15-го, не азиатские подозрения по поводу пузыря в Китае 15-го, а затем уже и 16-го года, может быть, ставку стали бы повышать раньше, ее бы повысили уже раньше, шли разговоры о внешних рисках, Елен осторожно присматривалась, очень сдержанно выступала, действительно нужно было все это пережить, кто знает, может действительно пузырь, и в 16-м году впервые в июне стали говорить о повышении ставки, не говорить, а даже ждать ее стали уже в июне, то есть, если вернуться туда в начало 16-го года, то Джанет Елен где-то намекала на то, что могут поднять ставку, это зависит от экономических условий, ну, как обычно нам говорит, это происходит от экономических условий, от инфляции, вы, наверное, понимаете, что повышение ставки, это борьба именно с инфляцией, которая является, в свою очередь, побочным эффектом роста ВВП, бурного роста ВВП, так или иначе, в 16-м году, к лету, к началу лета, к июню, к июлю ждали повышение ставки, максимум к августу, но не случилось этого, начало 16-го года, темпы роста экономики ослабли, рынок труда, как самый базовый индикатор, мощный индикатор, ранний индикатор, так называемого роста ВВП, стал показывать слабые темпы, давайте пробьем это, может быть, я немножко ошибаюсь, где это пробить, briefing.com, briefing.com, вот давайте откроем briefing.com, там есть non-farm и графики по non-farm, сейчас вы увидите, почему briefing не работает, там вот он работает, календарь, экономик вот здесь, надеюсь, все видно, да, вот нам ссылку дали, how much это вообще хорошая инфографика, да, вот я вижу тоже долги разных стран, долг и возможность его вернуть, вот видите, не самое страшное соотношение между 50 и 100, это свежие цифры, да, это свежие цифры, между 50 и 100, у штатов 20 триллионов долг по отношению к ВВП, да, видите, надеюсь, на графике я открыл здесь, почему не самое страшное, потому что бывало даже в штатах, не будем с другими странами сравнивать, даже в штатах бывало хуже, есть страны, где вообще исторически все очень плохо, уже лет 20-25, Япония, вроде абсолютной величины не такие, 11,5 триллионов внешний долг, ну и вообще долг, но и ВВП меньше, вы понимаете, то есть 200% от ВВП составляет долг, то есть ВВП Японии 6 триллионов, даже больше чем 200, 230, ну вот на графике видно, на карте видно, что ситуация у штатов с внешним долгом, примерно такая же, как у Бразилии, Франции, Великобритании, и даже Германии, если брать соотношение валового продукта, экономики к долгу, а важно именно это, а не абсолютная величина, понятно, что и экономика больше у штатов, поэтому 20 триллионов для них не то же самое, у Канады, например, больше соотношений, что никто же не кричит, что канадский доллар, а туалетная бумага, и нужно избавляться. Давайте найдем нонфармы, это первая неделя, и посмотрим на графике, что происходило в тот момент, вот нонфарм перелс, открываем, вот здесь внизу должен быть график, вот он, 15-й год, вот видите, начало 16-го года, вот, месяцы, когда рынок труда, а это первичный индикатор роста экономики, стал показывать снижение, один раз, два раза, три раза, июнь 16-го года, именно поэтому ФРС не пошел на повышение ставки именно тогда, летом 16-го года, это я помню прекрасно, я даже был уверен, что я не ошибся в сроках, пришлось ждать целых полгода, ФРС был уверен в повышении уже к концу года, в декабре впервые он повысил, нет, подождите, в декабре, 15-го уже один раз повысил, нет, я пропустил, в декабре 15-го, а вот здесь нету, там такая же, возможно, была картинка, в декабре 15-го один раз повысил, предупредительный такой, потом нам говорили, что еще раз будет повышение, но его не было, не было, видите, это не очень характерно для Центрального банка, один раз повысить ставку и целый год ждать, ждать и ничего не делать, тогда зачем повышали, возникает вопрос, целый год ФРС, вот из-за этих низких темпов просто рынка труда нонфармов, ждал, не повышал ставку, и только к декабрю 16-го года уже пошел цикл реально повышения, да, не каждый месяц, не каждое заседание заканчивалось повышением, но уже начали более серьезно к этому относиться, три раза обещали нам повысить уже в 17-м году, и действительно повысили три раза ровно, март, июнь, декабрь, было повышение три раза, всего было пять повышений, декабрь 15-го, это Елен делала, все это делала Елен, вообще повышение ставки за последние 10 раз, да, оно было при Елен, 10 лет оно было при Елен, большей частью, потому что с 9-го года ставки нулевые практически, и никто не повышал их, и в 8-м они были тоже близки к минимуму, может быть, их даже понижали, вот именно повышение ставки, а это про Елен, потому что за последние 10 лет никто их прям не повышал, так вот, в декабре 16-го года повышение, уже более уверенное, рынок труда, посмотрите, вот здесь, рынок труда стал показывать хорошие темпы роста, один раз, да, дали сбой, сезонно бывает иногда, видите, каждые 5-6 месяцев что-то случается, потому что в North Farmer тут нет динамики, в общем-то, безработица, посмотрите, как хорошо, прям вот падает и падает, да, ровно, практически ровно, это средняя безработица, то есть, соотношение безработных к labor force или как к трудоспособному населению, а вот помесячно выход данных, он может очень сильно меняться от месяца к месяцу, март повысили уже в 17-м году еще раз ставку, июнь еще раз, и, наконец, в декабре, вот совсем недавно, 13-го, так, было заседание, повысили ставку вот в последний раз за 2017 год, того 5 раз, я даже уверен, если бы вот этого вот не было, тоже, да, когда это было август, по-моему, очень слабые данные вышли, 33 тысячи рабочих новых мест, может быть, повысили бы даже 2 раза всегда, такие разговоры тоже ходили, ну, в итоге, Елен, Джанет Елен, аккуратненько, медленно, каждые 3 заседания, с пресс-релизом аккуратным, что мы пристально отслеживаем данные, присматриваясь ко всему и вся, обращая внимание на фондовые рынки, они тоже растут очень бурно и это помогает, если бы рынки падали, то ФРС сложно было бы повышать ставку, рынки растут, рисков нет, вот он аккуратно и поднимает, то есть, находит подтверждение повышения ставки, не только в темпах роста ВВП, в инфляции, но и рынок очень агрессивно, очень оптимистично смотрит на все это, растет, растет, кстати, кто может сказать, повышение ставки для фондового рынка, это негатив или позитив, вот в теории, в чистой теории, как вы думаете, если повышают ставку, это плохо для фондового рынка, при прочих равных, или хорошо? Негативно пишет Алекс, есть еще мнение, такие же или противоположные, или немножко другие? Никто больше не отвечает, кроме Алекса, деньги уходят в депозиты с фондов, но, Алекс, не в этом дело, Купрум тоже пишет, негатив, но дело не в депозитах, в общем-то, для фондового рынка, окей, может быть, вот уже косвенно, но, сами компании страдают, если ставка очень высокая, то, да, даже не инвест, давайте совсем точно, высокая ставка, это высокий процент, для кредитования, то есть, новые займы для компании обходятся дороже и дороже, а значит, проекты, где, да, стоимость денег, проекты, где ставка не очень высокая, не очень рентабельный бизнес, но какой-нибудь стабильный бизнес, небольшой ставкой, они будут страдать, им уже сложно будет акциям расти, потому что, с чего это, стоимость кредита была раньше 1%, проект приносил, бизнес приносил 6%, 5% в кармане, сейчас ставка 6%, то есть, ничего не будет зарабатывать компания, поэтому, в теории, это плохо, тогда вопрос, 5 повышений ставок, декабрь 15-го, Елен повысила, декабрь 16-го, март 17-го, июнь 17-го, декабрь 17-го, 5 раз повысили ставку, а рынки растут и растут, растут и растут, где логика, вы все пишите, что негатив, я с вами согласен, но где логика, если это негатив, почему рынки растут, нелогично, да, нет, Максим, вообще, мировые QE, конечно, присутствуют, центральные банки это делают, но штаты-то не делают, пускай растут рынки Европы, пускай растут другие рынки, где есть QE реальный, почему Америка растет, ну, не самый быстрый, последние годы законы Адама Смита перестали работать, тут есть один, не подвох даже, нюанс, который нужно учитывать, смотрите, 0,25 или 0,75, разница небольшая, это не те уровни, где компании начнут прямо страдать от высоких ставок, зато, с другой стороны, если центральный банк пошел на повышение ставки, это означает, что в экономике все хорошо, центральный банк видит риски инфляции, видит риски надувания пузыря в экономике, ну, назовем так, утривы, и поэтому повышает ставку, а значит, все хорошо, компании растут, потому что все хорошо, и только какие-то запредельные уровни, когда 5,25 и ФРС повысил до 5,5, с 5,5 до 5,75, рынки уже начинают понимать, что, камон, 5,75, вы с ума сошли, это значит, такой бум, то есть, рост фондового рынка уже закончился, это значит, вот, начиная с сегодняшнего дня, компании будут кредитоваться под 5,75, так это же много, это очень много, именно вот из-за таких высоких уровней, повышения ключевой таргет ставки, компании могут проседать, потому что уже неподъемные уровни, уже очень высокие, а 0,25 или 0,5, это не столь важно, тут скорее важен именно моментум, что ФРС видит риски инфляции, роста, бурного роста экономики, это повышает процентную ставку, то есть, пока ставка не особо высокая, это хороший сигнал для рынков, что смотрите, ФРС не дурак, он отслеживает кучу параметров, кучу макро статистики, которые мы даже не видим, у них там свои какие-то индикаторы, вон видите, Сент-Луис, вот этот вот региональный ФРС, он целый сайт, там просто можно генерировать любые абсолютно макро статистические данные, так вот, ФРС видит риски, значит экономика очень бурно растет, значит все хорошо, и только после определенных уровней рынки начинают думать, что кажется это предел, так что вот так, вот такая логика, не сразу это случается, не сразу рынок начинает беспокоиться по поводу дороговизны кредитов, и так вернемся к нашему графику, что делала дальше Елен, в 17-м году на три раза повысила, рынки отреагировали на это вполне нормально, они считают, что действительно тут надо повышать, в то время как в Европе, кстати, QE еще проводят, вы знаете, до сих пор в Европе проводится в месяц на 30 миллиардов, с 1 января будет, будет скупаться облигация, раньше 60 было, а еще раньше, в прошлом году, в это время, было 80 миллиардов, в месяц евро, выкидывали на рынок, скупали облигации, причем разных, не обязательно государственных, разных корпоративных, и так далее, давали рынку инъекцию кэша в обмен на бумаги, которые не инвестируешь, просто лежат и лежат, так что в Европе все еще QE, в Штатах его уже давно нет, 2 года уже как минимум 3, и тем не менее, евро стоит так, как будто, не знаю, Европа начала повышать ставки, раньше я думал, что это всего лишь ожидание, рынки ждут повышения в Европе с минуты на минуту, объявления, так скажем, повышения, но потом выяснилось, что нет, Марио Драги серьезно не рассматривает повышение QE, более того, он до конца 2018 года обещал выкупать облигации на 30 миллиардов, даже скажу больше, на последнем заседании они заверяли, что это даже не пресс-конференция была, это просто релиз был, пресс-релиз, где было написано, что если понадобится, QE снова будет расширен, допустим, до 60 миллиардов, можете представить, в Америке QE это уже история, рынки бурно растут, ставки повышают, а Европа говорит, что если понадобится, мы вот сократили QE, но мы можем повысить снова, и какого черта евро стоит 1.18, я не знаю, не знаю, с удовольствием шортил бы, но это рынок, он справедливее, чем все вместе взятые, все вместе взятые, мы и есть рынок. Окей, давайте переключимся на Елен, она последний год провела под, так скажем, под флагом, того, что экономика растет бурно, но все еще не так агрессивно, что рынок труда в прекрасном состоянии, но теперь задача вызвать инфляцию. Последний год, 17-й год, ФРС даже, может быть, молился, умолял, чтобы была инфляция, у них выхода нет, если инфляция будет меньше 2%, то сложно будет объяснить повышение ставки, сложно будет это сделать, более того, это какая-то уже ненормальная экономика, темпы роста ВВП хорошие, а инфляции нет. Вот как-то немножко странно, что с этим делать, повышать ставку, но инфляции-то нет. С чем боремся? Не повышать? Так посмотрите на ВВП, если завтра раскрутится маховик инфляции, что мы будем делать, мы опоздаем, поэтому неоднозначно, не так легко ФРС вот так вот регулировать, проводить взвешенную монетарную политику. Поэтому последний год Джанет Йеллен давала рынкам знать, что все под контролем, что в принципе они довольны тем, что происходит, что рынок труда вообще в шоколаде, все прекрасно, я вам показывал там на графике, посмотрите, рынок труда достиг каких уровней, вот она безработиста, она достигла уровней ниже нулевых, я даже не уверен, что когда-то было столько в нулевых, потому что, видите, здесь история начинается с ноября 2001 года. Google в помощь, давайте вбьем unemployment rate, rate, historical, или history напишем, history, и посмотрим графики, какие нам найдут. 48-го я здесь вижу есть, да, ну вот это что, нулевые, нет, нулевых не было такого, как сейчас. Вот хороший от того же FED, нет, это уже что-то другое, да, St. Louis FED.org, сейчас на полный экран, 2002, вот сейчас 4, 4.065, ну нам округляют, говорят 4.01, 4.065 сейчас ставка, вот здесь мы, да, вот, вот 17-й год, вот здесь. Похожая ставка была, нет, красная это что, jobless client, нет, unemployment, синяя, вот здесь мы, такая же ставка была в 2001, первом, недолго, вот совсем недолго, если бы не это 2001, то такая ставка была в 60-х, кстати, сопровождалось это тоже бурным ростом экономики и рынков, рынки в 64-м, 65-м году показали самый длинный цикл роста, вот сейчас может быть уже длиннее, просто такое безобразие, как рост рынка без остановки, может быть даже побил рекорд 64-го года, ну просто смотря, что называть без остановки, без 3-х процентного обвала мы давно рекорд показали, без процентного обвала мы тоже показали, вот если взять период, когда рынки росли, 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 росли и ни разу не было 0,5% разворота в день, то это было в 64-м, а может уже и побили рекорд 64-го, потому что это статистика ноября-декабря, так что прекрасно все и на фондовом рынке, каждый день по чуть-чуть растем и рынок труда себя прекрасно чувствует, но мы же понимаем, что это не будет длиться вечно, раз, что мы близко к пикам, два, что покупки не совсем безопасны, ну и наконец, знаете, рынку не нужно много идей, чтобы вдруг начать распродавать, иногда вообще без причин это может быть, не иногда, а почти всегда, коллективная мудрость, решила, что все, пик, дальше нечего ловить на рынке и все, и все начали продавать, продал Джон, продал Смит, продал Джереми, продал там кто-то еще и все, и рынки рухнули, и только потом мы увидели, что оказывается темпы роста экономики тоже снижаются, так что никогда не ждите, пока вы увидите отрицательный ВВП, чтобы начать продавать акции, поверьте, если будет отрицательный ВВП, индекс S&P уже будет где-то в районе, там, сейчас 2,600, там, в районе 1600-1800, уже давным-давно, так что так не бывает, халявы не бывают, но вернемся к Джанет Елен, она уходит 3 февраля, и последнее ее заседание будет 31 января, заседание ФРС, кстати, кто ожидает, ожидают ли рынки роста на этом заседании, где это смотреть, вот есть хороший ресурс, CME, вот, Interest Race CME Group, вот здесь, я вам сразу дам прямую ссылку, скину ее в чат, там можно видеть, что рынок думает по поводу следующего заседания, в чат, как мне кидать в чат, так, что у нас еще здесь было, Алекс Трэдер пишет, последние годы законы, надо на Смита пистолет работать, это я уже почитал, наверное, Драги дает какие-то преференции банкам, чтобы те покупали евро, Алекс, я не думаю, что у Марио Драги есть прям такая фикс-идея повышать стоимость евро, нет, между прочим, ну, Европа разная, как вы знаете, если Франции, допустим, выгоден дешевый евро, или Германия, потому что они экспортируют, то другим странам он не выгоден, ну, то есть, вот в таких развитых экономиках, не ориентированных на экспорт или на импорт, подождите, что это, что-то другое открылось, секунду, а, нет, стоп, я какую-то картинку случайно выслал, секунду, еще раз, да, извиняюсь, я копию сделал и что-то он не взял, бочка нефти ушла, картинка бочки нефти ушла, вот, CMY Group, да, это только очевидно для, вот, явно выраженных экспортных стран, типа Японии, большинство компаний работает тупо на экспорт, Canon, не знаю, Nikon, Toyota, Sony и так далее, им очень важно, сколько стоит иена, если она дешевая, мы будем очень выгодно продавать в долларах, евро, свою продукцию и завозить репатриацию, репатриацию капитала, завозить в страну эти доллары, менять, в иенах получать очень много, потому что она дешевая, все дешевле и дешевле, да, допустим, а для штатов, с одной стороны, да, вот Ким Паде пишет, что если случайно так получилось, что нефть попала, бочка нефти, нефть вырастет, ну, окей, посмотрим, 63, если будет расти, я не против, там я буду все-таки играть на панишу, ну, вообще у меня колы проданы, 75, 67,5, ну, то есть, за два месяца мне выгодно, чтобы они не ушли выше, ну, в среднем, 70, я даже не верю, что их сильно уйдут, но, вот, как я говорил, я уже давно не медведь на рынке нефти, снова кажется уже у меня медвежьи лапки вырастают, я снова буду медведем, ну, потому что, вот прям все факторы говорили о росте, и не мог баррель не насти, ну, ладно, сейчас не об этом, вебинар, так вот, о чем мы говорили, да, все мы, давайте посмотрим, что ждут рынки, вот по этой ссылке, во-первых, вы знаете, через сколько дней будет заседание, через 34 дня, вот ровно час в час, 20.00, будет заседание, в эти 34 дня, 0 часов 3 минуты, то есть, в 20.00. 31 января 2018 года, ближайшее заседание, и ожидание по ставке, это, 125-150 пунктов. 21 марта, почему не дает, он не переключается, вот здесь вы должны нажать вот на новую вкладку, он должен вам показать на следующее заседание, а вот показал, 21 марта, уже будет повышение до 150-175 диапазона, то есть, полтора процента, 175, 50-50, примерно, примерно, 43 против 56, май, еще одно заседание, опять не берет, опять рефреш делаем, да, надо рефреш делать, май, то же самое, не будет изменений, маленькая вероятность повышения, еще одна, наконец, давайте, конец года сразу, 19 декабря, тут уже есть и 150-175 базистых пунктов, то есть, полтора процента, 1,75, большая часть рынка склоняется к тому, что будет 35 процентов, 1,75 и 2, до 2 процентов, больше четверти, между третьей и четвертью, ждет все-таки 2, 2,25, 10 процентов даже ждет 2,25, 2,5, каждый десятый на рынке уверен, что будет 2,5, и даже есть маленькая вероятность 0,1 процента, что ставка будет до 3 процентов, вот так, зависит, конечно, от ненфляции, но вот здесь можно на каждое заседание видеть, что будет происходить, здесь уже в виде таблицы это все есть процент, то же самое, только в виде таблицы, это, конечно, мнение рынка здесь сейчас, оно в любое время может измениться, но, по крайней мере, мы знаем, что думает рынок и не будет сюрпризов, не аналитики опрошены и Bloomberg и Reuters, но, хорошая новость, мой счет вырос на 3 тысячи, это хорошо сегодня, за один день, ну, здесь видите, мэйл пришел, или вы не видите, не знаю, ну, ладно, как бы не факт, завтра рынки поменяют свое мнение, но, по крайней мере, вот сейчас они так думают, да, не аналитики опрошены и Bloomberg, ну, примерно то же самое, а трейдеры, которые торгуют вот на этой бирже фьючерсом на процентную ставку, и вот они решили, что вот сейчас будет именно так. Хорошо, вот, кратко хронология событий при Джанет Йеллен была такой, мы, конечно, не будем пересказывать каждую ее речь, она за 4 года правления выступила, сейчас скажу, на пресс-конференции только выступила, 4 на 4, 16 раз, потому что не каждое заседание имеет прям, да, речь, пресс-конференцию, через одно, но вообще она заседала 8 умножаем на 4, 32 раза, 32 раза при ней ФРС заседал, из них 5 раз ставку повысили, остальные 27 раз ее не трогали, и есть такие заседания ФРС когда прям пресс-релиз, и пресс-конференция, их было 4 на 4, 16 штук, в год ФРС собирается 8 раз, причем январьское заседание, как обычно, всегда 30-31, или 31-1, вообще заседание 2 раза происходит, 2 дня, не 2 раза, 2 дня, вторник и среда, во вторник начинается, в среду нам объявляют, вот в это время, 21.00 по Москве, объявляют нам ставку. Окей, чем мы запомним Елен? Сдержанной политикой, очень аккуратным сдержанным, повышением ставки, оно и понятно, посмотрите на нонфармы, не фонтан, неплохо, но не фонтан, темп роста ВВП уже лучше, там 3,3, 3%, окей, тоже хорошо, поэтому, если бы она агрессивно бросилась повышать ставку, кто знает, просто развалила бы экономику, преждевременным повышением ставки, без особой инфляции, сейчас они молятся, что была 2% инфляции, если она все-таки будет, она вокруг гуляет, то 2, то не 2, то можно сказать, что добились своего ФРС, наконец, если она так и не будет 2%, можно сказать, что Елен все-таки не должна была пару раз повышать, ничего страшного не было, ну вот так, посмотрим, вроде все идет идеально, срок правления Елен, может быть, назовут таким хорошим, но она в хорошее время попала, кюи закончились, ответственность за вот очень жесткие, почему Бернанке не любили некоторые, какие-то там анархисты, которые считают, что там нельзя с вертолета раздавать деньги, вертолетчик Бенни и так далее, но вот видите, то, что делал Бен Бернанке, оказалось волевым в свое время, таким прям, кстати, да, очень важный момент, многие считают, что Елен не такая, она такая же, она говорила, если понадобится, сейчас скажу эту фразу, когда в ФРС думали, стоит ли делать кюи, она настаивала на этом, будучи еще не председателем, а заместить там председателем куда-то регионального ФРС, по-моему, Нью-Йоркскому она была председателем, так что, кстати, семья у нее чисто, экономисты, сын и муж, по-моему, скилориар, по-моему, ее муж, и давно она в этой системе ФРС работает, так что была и советником, кем только не была, так что Елен такая же, как их называют, кстати, кто скажет, людей, которые агрессивно настроены на кюи, на повышение ставки, как таких людей называют в центральных банках, вот на рынке есть быки, есть медведи, ястребы, да, ястребы и голуби, голуби это те, которые вниз настроены, ястребы те, так что Елен еще та ястреб, и будучи ястребом, она делала это аккуратно, повышала ставку аккуратно, добилась того, что вот сейчас, возможно, инфляция уже такая, какая должна быть, ну, и это означает, что все прекрасно, необязательно же ставку поднимать до 5%, как это делал Алан Гринс. Так что самый такой, на мой взгляд, на мой взгляд, стабильный, спокойный председатель, не Бернанки, кстати, первое время, когда выступал Бернанки, мне сегодня казалось, что у него дрожит голос, я даже думал, ну, камон, чувак, перед зеркалом потренировался бы, я понимаю, Конгресс, Сенат выступать, пресс-релиз и так далее, оказалось, что у него всегда дрожит голос, это нормально для него, то есть, он сидел целый срок, срок, да, он сидел, с 6 по, по-моему, он 2 срока сидел, нет, он 2 срока сидел, и у него всегда дрожал голос, оказывается, это для него нормально, даже когда он абсолютно, дежурная там, какая-нибудь встреча, он всегда говорит так, как будто у него голос дрожит. Нет, ну, конечно, Елен изжила себя, но кто может, мы же не можем сказать, что Елен проводила, как будто там, прям, свою политику, она все делала просто правильно, так, как нужно, как отличница девочки, зубрила, все у нее правильно, все сделала очень аккуратно, не поспешила где-то, или не ступила где-то, да, конечно, целый год держать, ставку 0,5, один раз повысить, а потом сидеть, думать, что дальше делать, может быть это какая-то ошибка, но вы знаете, это экономика, данные то так выходят, то сяк. Вот вопрос, все государства говорят в долгах, но кому? Значит, кому это не столь важно, потому что облигации могут куплены быть как банками, своими же, так же и государствами. Большую часть облигаций штатов держат, наверное, вместе, вот Россия, Китай, Япония, несколько стран вместе взятых. И даже некоторые облигации покупаются через офшоры, то есть, если вы посмотрите, в топ покупателей какие-нибудь острова. Так что, нет такого, что долг штатов, это долг Италии. Итальянцы купили долг штатов и сидят теперь штаты должны, аликанцы должны итальянцам. Это рынок. Кто купил на аукционе облигации, тот и есть. Но есть топ страны, топ юрисдикции, топ ВИВИ, да, инвесторов, можно найти, на Блумберге она опубликовалась. Вопрос. Есть слух, что Бене привел любовь к желтым носкам. Даже замечания президента не послушал. Показал, что кто главный в штатах. То есть, Обама ему делал замечание, да, Бену Бернанке, что у него желтые носки. Интересный слух. Я не слыхал, я не слыхал такую историю. Прикольно. Давайте вбьем Бернанке Yellow Socks. Бернанке Yellow А, сейчас. Бернанке костюмы, Бернанке блок, макроэкономизм. Yellow Это в прямом смысле или я что-то не так понимаю? Что вы называете желтыми носками? Я просто прогуглил. Я впервые слышал такую тему, такой слух. Буквально. Ого, что я пропустил? Я самое главное пропустил в период правления Бернанке. Вот что значит, я тогда меньше трейдингом занимался и больше работал в брокерской компании, когда Бернанке был. Пропустил самое главное. Просто нет ни одной фотографии, где Бернанке реально в желтых носках. Неужели никто не сфоткал его желтые носки? Вот видите картинки, которые мне показал Google по запросу Бернанке Yellow Socks или может быть Socks не так пишут? Нет, все правильно написал. Ну ладно, будем считать, что просто никто не успел сфотографировать его желтые носки. Окей, ладно, вернемся к нашему заседанию, хотел сказать, к нашему вебинару. Да, время Елен ушло и жило на себя или нет, но конечно, с ней придется прощаться. Теперь для Белого дома, для фондового рынка, для всей системы, всей финансовой, важно, чтобы не было разногласий ФРС Белый дом, ФРС администрация президента, потому что Трамп это все-таки не такой президент, какие были до него, он любит и патролить, и эмоционально высказаться, и где-то пойти против толпы, против мейнстрима, лишь бы показать «Ц это я, цэ моя, кабзет», как поляки говорят, или может я ошибаюсь, фраза не так звучит, мол, это я, я делаю именно так, как хочу. До Обамы было, то есть, кто ему сделал замечание до Обамы? Клинтон, тьфу, Буш, такой Клинтон, я ушел в 90-е, Буш, ну окей, будем считать, что да, такой слух был, и Обама, надо как-то купить пару желтых носков, интересно стало, быть как Бернанке. Так вот, рынки уже не переживают по поводу этого фактора, съелен этот фактор оставался бы, съелен фактор независимости ФРС, это очень важно, о, сейчас тут комментарий последний почитаем, он большой, съелен фактор независимости ФРС был под вопросом, все-таки рынки говорили, может не сработаться Трамп и Джанет Йеллен, поэтому в следующий ее срок еще один фактор риска принес бы на рынки, но так как ее больше не переизбрали, то этого риска больше нет. теперь ФРС скомплектовать с Белым домом не будет, но будет ли он независимым, это ведь не столь важно, будут ли конфликты или нет, сколь важно, чтобы ФРС оставался независимым, вот хороший вопрос, так что разногласий не будет, но и прям лояльность Белому дому, еще чтобы в ФРС принимали решения, которые Трампу угодны, ну это не совсем правильно было бы, ну вот посмотрим. Кстати, у нас будет еще один вебинар уже в феврале, когда, или в январе, когда вступит должность Джером Пауэл, тогда мы поговорим о нем. Я собрал очень много инфографики всяких, с Блумберга делал даже прям с телевизора фотографировал скриншоты о Джером Пауэлле, о нем, кто он, что он делал, что он собирается делать, пока на уровне слухов, так что у нас будет еще. Если вам понравился такой формат, поговорить не столько о рынках, а сколько о том, что было, вспомнить все, то мы сделаем еще и на будущее с Джеромом и прикинем, что может произойти. И даже мы, может быть, какие-то прогнозы дадим по поводу ставок, монетарной политики. Глядишь, адмирал еще и за это нам призы даст. А ну, кто выиграет. Как говорят очевидцы, пишет Купрум, однажды Буш сделал замечание Бернанке, что он пришел на заседание в овальный кабинет в темном костюме и желтых носках. Берн всегда отличался нестандартным мышлением. Через несколько дней он пришел на очередной заседание с президентом пораньше и раздал желтые носки всем участникам встречи. Когда вошел Буш, все, включая вец-президента Дика Чене, были в желтых носках. Шутку удалась, президент засмеялся. Да, интересно. В России его сняли бы за такие шутки и где-нибудь сидел бы в матросской тишине или как называется. В других странах бывшего союза тоже есть страны, где эту шутку точно бы не поняли. А вот такие прикольные люди, американцы. Ну да, смело, смело, конечно. Буш тоже хорош. Зачем человек делает замечание за цвет его носков? пришел и пришел. Главное, чтобы планетарная политика была грамотно, выстроена, какого цвета у человека носки, неважно. Окей, наверное, все. Поговорили обо всем, что смогли вспомнить. Я специально не делал никаких презентаций, чтобы вот так вот живо, видите, как хорошо в чате люди писали, я что-то вспоминал, что-то забыл, что-то даже не знал прекрасно. Про желтые носки честно признаюсь, я впервые слышу. Хоть и на рынке очень давно, я очень рад, что у нас в чате есть люди, которые помнят это, которые запоминали эти шутки, эти истории, отлично. Заходите чаще, будем чаще общаться. Вот мой скайп, если вдруг вы хотите в наш чат, который пока не такой прям живой, потому что, видимо, многие стесняются или не знаю, что вот. А это мой скайп, если вы туда добавитесь, то я вас добавлю в общий трейдерский чат. Ну и раз уж это такой неформальный у нас формат, неформальный формат, вот мой инстаграм, трейдер1.1, это инстаграм, ну, мало ли у кого-то есть инстаграм, добавляйтесь, можно будет фолловить и лайкать и так далее. Спасибо вам всем, мне больше нравятся такие форматы, живо, никто не обещает, никто не должен знать все о рынках, никто не должен помнить все, тем более, четыре года, Джаня Теллен сама не помнит все, что происходило, но вот вкратце мы вспомнили макро, вспомнили монетарную политику, вспомнили ставки, вспомнили рынки, как все это было, вкратце в цифрах, фактах как-то вот подытожили, еще один комментарий, думаю, что Трамп в каком-то заговоре с Англией смена Елен задача по ликвидации противников стратегии Трампа, интересно, чем эта история закончится, думаю, сильным падением доллара. Вот, Ким, я под такие идеи даже не буду подписываться и комментировать, потому что я любые идеи заговоров, теории заговоров такого плана как-то на генетическом уровне я отклоняю, ну, они мне не нравятся. Вот, еще раз почитаю, Трамп в заговоре с Англией и смена Елен это задача по ликвидации противников стратегии Трампа, то есть с Англией, интересно, чем эта история закончится, думаю, сильным падением доллара. Нет, точно, для меня это сверханархистская, сверхлеватская теория, да, такого прям, теория заговора, прям такая сильная, сильная, сильная. Они, конечно, интересны, эти теории заговоров, но вот почему-то на моей истории очень мало теорий заговоров, фактов, которые сбывались, вот, к сожалению. Я не помню ни одной истории, про которую бы писали, говорили бы, вдруг Пах, действительно, оказывается, помните, в 14-м году то-то-то-то, это вот говорили же, что это там самая любимая связка любителей теорий заговоров. Вот я знаю одну женщину в Таллине, она грамотная, финансово грамотная, и даже на рынках торговала, вот у нее любимая тема Рокфеллеры, Ротшильд, Ротшильд, Рокфеллеры. И Алекс пишет, спасибо всех с наступающим, купи себе подарок желтые носки. Спасибо, ну, я уже один подарочек себе сделал, потом как-нибудь в Инстаграме покажу, буквально вчера установил, вот, желтые носки тоже купил. Хорошая, кстати, идея, желтые носки, будет в память о Елен, будет рыночная, будет в память о нашем вот этом вебинаре, кто знает, что на рынках будет, зато носки останутся, я их не буду носить, и буду. Хороший идея, Алекс, спасибо, я поищу. Тут, кстати, в Эстонии, в Таллине, есть очень хорошая фирма, которая шьет носки эстонские, они прям такие традиционные, там и орнамент, и просто классические, они очень крутые, с разными серебряными нитями, каких только там нет носков, вот, так что куплю. Ну, моя любимая фирма, это Сангар, эстонская, вот, вы будете смеяться, но нет лучше носков, чем Сангар, будете в Таллине, купите 8 евро 90 центов, стоят того, чтобы купить носки от Сангар, это самые качественные, самые крутые носки. Вот, допрыгались, вебинар про монетарную политику, мы рекламируем носки от эстонской компании Сангар, мне деньги за это не платили, Адмирал тоже не платил за рекламу носков, так что это в качестве личного опыта. Как заканчивает год Адмирал? Что вам сказать, я не работаю в Адмирале, я приглашенный эксперт, я спрошу у Романа, но мне кажется, очень хорошо, у них увеличивается количество работников, вот, они мне заказывают тренинги, я с ними постоянно работаю, там, IT и так далее, консультации, вебинары, вот, в рамках, сейчас новые видеоролики, мне кажется, Адмирал очень хорошо развивается, растет, облигации они выпустили, если вы, а, те, которые в России, наверное, не знают, облигации, собственно, выпустил Адмирал, банды, так называемые, десятилетние, то есть, это уже крупный, такой, корпоративный заемщик на рынке, так что, я думаю, на эти деньги они будут развиваться. Что могу сказать, я только вижу расширение штата, постоянный рост количества работников, причем иностранных, вы понимаете, в Эстонии, у них штаб-квартира в Эстонии, найти работников уже сложно, все трудоустроены давным-давно, какая безработица, вы найдите грамотного специалиста, все давным-давно трудоустроены, поэтому, вот, они из-за границы привозят, нанимают, стараются наниматься лучших, так что, я только это могу сказать, как сторонний наблюдатель, человек, который приходит в контору, раз в неделю, или как-то там по делу, какие-то там консультации, тренинги и так далее, так что, лицензированный брокер, что еще можно, все сказано, еще и взял займ, и под 8% в год, кстати, очень хорошая ставка, 8% в год. Да, кстати, Михаил, с Украины приглашают очень часто, там, конечно, есть итальянцы, испанцы и разные, из Черногории есть парень, недавно приступил к работе, Белоруссия, Украина, очень много, да, я видел украинцев, которые у них работают, кстати, да, есть и такие разные, есть и украинцы, и белорусы. Хорошо, еще немного, и я начну какие-то, наверное, секреты разглашать, я не знаю, о чем можно говорить, о чем нет, я так душевный человек, все, что знаю, говорю, но пока информация не инсайт никакой, а наоборот, так сказать, какие-то такие факты, даже больше про экономику Эстонии, чем лично про Адмирал. Окей, наверное, закончим, всех с наступающим, пускай год будет просто классным, прибыльным, по итогам года, чтобы у вас не было нервов на рынке, вот я не нервничаю на рынке давно, в 13-м году я последний раз нервничал на рынке, когда золото рухнуло, темпы роста падения золота были 30-летние, за 30 лет такого не было обвала, но помните, это апрель 2013 года, я ходил по комнате в Испании, туда-сюда и нервничал, так что, чтобы вы не нервничали, торгуйте тем объемом, который вас не заставит нервничать, чтобы эйфории особой не было, сейчас вот мы будем об этом тоже, на вебинарах может быть говорить, у меня две стратегии уже на крипто, но не угадай-ка ни разу, не угадай-ка с фьючерсом, с майнингом связанной, интересной, ну раз уж все крипто, крипто, биткоин, ну и я решил подойти к этому рынку, но только с ее грамотной стороны, с самой вот такой верняк, так что был, посмотрим, что из этого выйдет, такая авантюра, но никакая не угадай-ка, вам тоже желаю, чтобы все ваши активы росли в 2018 году, чтобы вы дешево покупали, дорого продавали, но без нервов, с кайфом, жизнь все-таки не только на рынках, хоть моя большая часть моей жизни на рынке, я этому рад, но вот я не нервничаю, я с кайфом все это делаю, даже если убыточно, ну что делать бывает, вам тоже этого желаю, мы с вами много раз еще встретимся, это наша последняя встреча в этом году, такое решили неформально сделать вебинарчик, с нового года будут плотно стримы, заходите на наши YouTube стримы, на сайте вы увидите, можно подписаться на YouTube канал, ставьте лайки, подписывайтесь, и можно в стримах вот так 15 минут, зайти, обсудить нефть, выход данных, движение какого-то актива, и выйти, поговорить, выпустить пар, поспорить, кстати споры, у нас тут один пари уже есть, или одно пари, один спор, так что ждем исполнения, можете спорить со мной, адмирал раз в месяц будет призы какие-то давать, ну не какие-то 200 долларов будет давать, на реальный счет вам, если ваша позиция окажется верной, выигрышной, допустим я говорю нефть шорт по 54, вы берете нефть ломку по 54, 2 доллара, это их профит и у вас у меня, выстрелила вашу пользу, вы получили 200 долларов, не каждую неделю, но если у нас получится дискуссия и спор, и пари, то адмирал выступает вот таким организатором призов, чему я очень рад кстати, интересно становится уже спорить, общаться, дискуссировать, отлично, я даже рад тому, что целый год, вообще долго уже мы вебинары делаем, у нас ни разу не было в чате каких-то дискуссий, около политических, всяких, всегда грамотно, если дискуссия возникает, то вот люди пишут свое мнение, где-то я согласен, где-то другие люди согласны, не согласны, это прекрасно, значит у нас взрослые, интересные люди, ну трейдер должен быть интересным человеком, это же рынок, это же много факторов, все нужно учесть, все выучить, узнать, всем спасибо, с Новым годом, увидимся в 2018 году, удачи на рынках.